В свой праздничный день спасатели при параде. Еще бы, сегодня для многих из них день знаменательный. Кто-то из подполковника стал полковником, кто-то сделал свой шажок по карьерной лестнице, стал майором или старшим лейтенантом внутренней службы. Да что там говорить, сегодня день спасателя, а значит, любому подарку тут рады и грамоте, и почетному знаку, потому что заслуженно. Сегодня в зале собрались у нас добровольцы, работники ГИМС, спасатели пожарные и руководители. У нас в этом году достаточно много награждаемых в разделении мероприятия на три части. Сегодня, завтра, после завтра, с счетом естественной пандемии. И очень приятно вас сегодня видеть здесь в зале, сказать им слава, слава, слава благодарности за тот труд, который вы несете. Без сравнения с десантниками в Рязанском управлении МЧС сегодня не обошлось. Вы заслуживаете не меньше уважения, чем они, говорил заместитель председателя Рязанской областной думы Николай Макариков. Что такое быть в тылу врага, оказывается в самом пекле, эти парни знают не понаслышке. И вы так же, как и десантники, выполняете свои задачи, когда людям становится страшно, людей охватывает паника. А вы идете в огонь, идете на любые другие решения для того, чтобы спасти людей. Ну, наверное, не случайно, поэтому сегодня и Маркилова, 27 числа, день рождения. Сегодня МЧС – одна из самых эффективных систем реагирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций пожаров. Именно благодаря вовремя проведенной профилактике по предотвращению ЧС, судьбы многих людей несчастье обходит стороной. С этим как раз связана и внутренняя модернизация ведомства. Сейчас все переходит в электронный вид, то есть и в плане техники, обслуживания. И, ну, как бы, да, есть такой момент, что необязательно писать все на бумаге и нести, то есть тратить на это время на доставку документов. Можно все в электронном виде отправлять, в том числе и в министерство, и создавать приказы и какие-то нормативные документы. Официальная статистика в цифрах достаточно солидная. Больше 4 тысяч ликвидированных пожаров, больше тысяч выездов на ДТП, повышение общей безопасности, новый рубеж на 2022 год, который должен быть преодолен. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».